Продолжение следует... Вот это строго для... к исполнению вот это все, видите? Антархида, да? Асгард, Асгард, Либерия, Свобода. Они готовили экспедицию. Это маршруты. Вот это показаны какие-то входы, типа в тоннели, вот ключевые точки, видишь, Антархида. Есть вроде бы информация, Коля, что они и ходили этим маршрутом, да? Там не совсем все так. На самом деле они ни в какую не в полу землю плавали. Мы же прекрасно знаем, что у нас в Антарктиде несколько действующих вулканов есть. И снизу подтапливается все. И там появляются огромные полости. Немцы в итоге нашли на самом деле вытаившие полости. И скорее всего на том континенте, который там начал появляться, не могли артефакты древних цивилизаций. Не более чем, потому что шапка ледяная, она же ходит. И там какие-то заводы, там новая швабия. А немцы там нашли цивилизацию, да? Ну это легенда. Это все это легенда. Это всегда же велась война. Потому что, видишь, сама Антарктида похожа на такой, как бы на тарелку, вот она. А над ним ледяная такая чаша. То есть фактически подо льдом каких-то, какие там могут быть цивилизации. Потому что лед постоянно ходит, движения, трещины, расщелины там. Не, ну все равно. Угол вон 45 градусов. Вот это все ледяное. Ну, кстати, что самое интересное, вы же как военный человек, наверное, помните, что в Канаде американцы пытались по такой же схеме, под ледником, сделать военную базу. Вот буквально об этом недавно рассказывали. Да это нет, там не поздник. Вот, только для первоиспользования первой милиции. Ну, то же самое, вот, как говорят в Герландии, вот эта герландская акула, которая слепая. Знаете, вот они живут там по тысяче лет, ну, не тысяч, ну, там, очень долго. Она слепая, что она живет под Герландией. Вот прямо, что Герландия, под Герландией есть проходы. Вот группа защиты экспедиции, вот они. Аудричуц оф экспедиции. Вот тут. Это офицеры защиты экспедиции, которые планировали вот это вот, составляли эту карту, согласно подписи. Оргкомитет, иными словами. Оргкомитет, да, вот это ихний Оргкомитет написано. Это сверхсекретная информация, но мы никому не скажем. Да нет, сейчас уже не секретно. Сейчас уже. Да, просто реалитет... Можно сфорографировать? Конечно. Реалитет, что такого... Федор Пилеевич, что ваше мнение по поводу документов? Как? Ваше мнение. На счет чего? Антаркида? Не, ну, правильно говорится, я полностью там, конечно, есть такое, как они. А, вот моя Ирочка идет, а вот она-то у Ирочки спросить. Она очень Антаркиду хорошо знает. Это моя жена, вот, Ирочка, она ученая, очень хорошо знает Антарктиду. Да, мы тут, каждый, такие, сильно рассматриваем. Давай, Ирочка, что ты это... Я могу только сказать, а вот это вот. Сейчас, я задеваю, Ир, посмотрите, где-то раньше не спачкайся. Не видел бы, сам не поверил бы. Столько для командиров подводных водок фюрера. Немцы, когда исследовали Антарктиду, видишь, Антарктида, как они, вот там, говорится... Не, я же, почему и по Антарктиде, и вот по Ирландии, что, почему эти акулы, это они изредка, можно сказать, заблудились, выплываете, их находят уже, и они же слепые, у них же, уже под Ирландом темнота, и они там, зачем им... А зачем им быть слепым, если они в океане? А их очень редко находят. Это случайно, они бы выплыли, ну, там, забыл. Так же, и было под Антарктиду, есть, конечно, полощь, вот ты правильно говоришь, вулканы же, вулканы подогреваете, и там снизу растаивает, вот Ирочка знает хорошо.